Я хочу обратиться к тому парню, который в прошлой серии обещал перевезти косарь. Я этот Каен только делаю, что от снега чищу с тех пор, как мы его купили. Я даже свою машину так много не чищу, потому что моя на ходу. Завел, поехал, она сама очистилась. Здесь же, блин, сугроб. Я вообще не уверен, что он доедет. У Никиты были какие-то уже технические проблемы. Скорее всего, мы его сейчас на трассу будем отсюда выдергивать. Машину купили на ходу. Но так как это проект СтопХлам, вообще, да, что я даже не поздоровался. Всем привет, друзья. Новая серия проекта СтопХлам. Сегодня мы начинаем дербанить вот этот вот Porsche Cayenne Turbo, купленный за 350 тысяч рублей для того, чтобы разобрать его на запчасти и попытаться на этом заработать. Этой машине однозначно не место на дорогах общего пользования, даже несмотря на то, что визуально она еще довольно-таки хороша. Технически абсолютный труп. Но будем надеяться, что нам удастся отбить вложенные деньги. Однако перед тем, как дербанить Cayenne, нужно избавиться от предыдущего автомобиля. Собственно, этим мы сейчас и займемся. Ну а вы присаживайтесь поудобнее и погнали. Если вы до сих пор ломаете голову, что же подарить своим женщинам, то у меня есть для вас вариант, от которого получательницы будут в восторге. Я сейчас говорю про Moza Brick. Это бесконечный фотоконструктор по любой фотографии. Картина собирается из маленьких деталей конструктора пяти градаций цветов. Собрать можно абсолютно любое фото. А если вдруг картина перестала вас радовать, легко можно пересобрать другую из тех же деталей. Наборы есть в нескольких размерах. Например, вот это размер S, самый маленький. Есть наборы побольше. Кроме того, можно объединять одинаковые наборы, для того, чтобы создавать картины большего размера, просто докупив еще. В наборе Moza Brick есть все необходимое для сборки. Сами кубики конструктора, основы, скрепляющие элементы, подставка, скотч и инструкция. То есть, как вы видите, наборы универсальны, и решить, какую конкретно картину вы будете собирать, можно прямо перед сборкой. Загрузив необходимую фотку на сайт и выбрав из 12 макетов наиболее понравившийся вариант. Весь процесс занимает 12 часов, при этом картину можно собирать в компании друзей, классно проводя время. Во время сборки с детства вспоминаются приятные ощущения игры в конструктор. Вот прямо сейчас пора готовить подарки, поэтому переходите по ссылке в описании и заказывайте фотоконструктор Moza Brick. А по промокоду ИЛЬЯ вы получите скидку 20%. Придавит. Нельзя так ставить всё. Очень неприятно, кажется, придавливает датчик. Я только сказал Никите, что очень всё опасно как-то стоит. Смотрите, а вот это бензин. Да. Да, бензин. Давай, надо какую-то баночку, надо что-то. Ты просто заглазил, так-то всё было надёжно. Столько добра, бензин. Столько добра, бензин. Да, бензин. Прошло три дня. На сегодняшний день Жига продана на 39 700. Все деньги мы отправили в благодарительный фонд Ильдара, но от машины ещё остаётся куча всего. Мы сдадим ещё металлолом, какая-то кузовня, мелочёвка. В общем, ориентировочный счёт 1000 на 20 точно мы продадим. Удивительно, но Жига очень хорошо расходится, и некоторые позиции стоят капец как дорого. Неожиданно дорого для этого автомобиля. Продолжай отгореть. Открывай окно. На свободу. Белый пепел. Вообще, изначально мы начали соблюдать технику безопасности. Когда начали пилить в районе бака, собирались пилить, мы сразу демонтировали его, но всё-таки где-то с обратки туда-сюда всё равно натёк бензин, и в результате произошло возгорание. Причём вообще мгновенное, от какой-то искорки. То есть именно вот разлитый бензин, который испаряется, он очень быстро у нас воспламенился. Хорошо, что у нас был комплект огнетушителей, который просто затащил ситуацию. Вот, собственно, основная проблема владельцев автоваза, что можно утром выйти и вместо автомобиля обнаружить вот такую вот вещь. Мелкая ржавчина с остатками пластика и каких-то запчастей. Это был ваш автомобиль. Вот такие вот ещё, да, грибы тут произведения искусства. Сейчас мы пошли, договорились по поводу сдачи металлолом нашего кузова, и смотрите, какой классный фотоаппарат я нашёл в приёме металлолома. Причём он полностью рабочий, просто грязный. Могу продемонстрировать. Соткай, соткай мне, давай. Ладно, фотограф, о чём договорились-то? Фотоаппарат бесплатно забрал, даже не спрашивал, сколько стоит. А металл мы будем сдавать по 20 рублей килограмм. Он говорит, 18, я ему пишу. Он не понимает по-русски, вообще не понимает. Он достал Google-переводчик, и мы переписывались, гугли переводчики, короче. Я ему пишу, 20 рублей, и он такой, ладно. Добор, у нас времени нет, давай. У нас проблема, по-моему, диафрагма не работает. Времени нет, но... Да, причём, знаете, как интересно, выдержка здесь выставляется не цифрами, а просто ты тучки, солнце, солнце с тучками выставляешь. У меня штук 15 есть, а вот такого нет ещё. Я хочу обратиться к тому парню, который в прошлой серии обещал перевезти косарь. Мы про тебя помним, ты на счётчике. Все, кто его знает, да, сейчас вставочку сделаем. Зеркала. Тысяча рублей, две штуки, забирай. В долг, до пятницы. А если ты не отдашь? Под видео. Под видео. Ладно, пацаны, на видео парень берёт долг, два зеркала, тысяча рублей. Передайте ему, что он кидал, а Егор за тобой выехал. Я, кстати, понял, мы возьмём у него тысячу рублей металлом с его машины. Мы крышу выпилим просто. Ну да, да. На тысячу рублей. Да, возьмём. И тем более у нас видос есть, что он нам обещал, что он нам должен. Будет угар, если я просто где-то потерял платёж, он расплатил. Ну а мы тем временем освобождаем гараж для того, чтобы завести сюда Каен и начать нашу хирургическую операцию, которая, надеюсь, принесёт нам денег. Я себе что-то представлял, что у нас будет чистая авторазборка, а у нас всё равно всё в какой-то кризис всё время. Что-то из-за Жиги, из-за Ренои, из-за Каена, из-за БМВ. А так, если бы этих машин здесь не было, была бы чистота. Каен заплакал, он ещё не заехал даже. А он уже годоват в будущем. Хватит уже. В данный момент вы можете наблюдать за палатками дикого Егора. Редко. Егор, скажи, другие обещают, а мы делаем. Давайте жопу приподнимем. Давай рукаем приподнимем, потому что балка не поднимается. Никогда не вызывайте Егора на эвакуацию, если у вас просто сломалась машина, если она вам ещё нужна. Посмотрите на МЛ. Он просто парковался, понимаете? Это парктроник такой. МЛ. Человек продает запчасти и ходит по крыше. На Мерли сугробчик будет полегче выезжать. Ставки заведется, нет? Я думаю, немецкое качество заведется. Продаем качественные запчасти? Только качественные немецкие запчасти. А почему он по крыше ходит? Директор может себе позволить ходить по крышам. Я как работник могу только аккуратно разбирать, следить за техникой безопасности. Следить за техникой безопасности. Пробуем запустить. По ощущению, нету стартера. Включай! Давай! Ты так смелый. Молодец. Ты так смелый это делаешь, я же спугался. Крайний раз, почему он здесь так стоит, я не мог его завести. Я очень долго крутил стартером, пока не сел о ком. И мне что-то подсказывает, что просто кончился стартер. Потому что воняло еще палеными щетками. В общем, директор нашей разборки, он что-то умалчивает. Как будто он сломал Каен уже, и он не на ходу. Потому что он отказывается применять какие-то действия по поводу запуска. Я что-то слабо верю, что мы его тачим. Просто у меня не включается понижайка. И, ну, посмотрим сейчас. Нормально, кстати, мне нравится. Беру, беру. Ты руль-то можешь как-то вывернуть, нет? Никак. А зачем ты его выкрутил обратно, Никит? Может поменять директора? Как думаете? Пишите в комментариях, поменять директора или этого стоит. Если директор не знает, руль в автомобиле куда крутить, а как он может рулить разборкой целой? Он на тормоза нажимает. Никит, тормоз отпусти. Что, не идет, да? Лопата есть. А что, может назад его откатим рывком? Там откапывать надо. Время царская лопата. Сугроб, кинь, кинь, кинь. Потеряешь? Я потеряю. Да? Нет. Ты не бальтер потерял. Я бальтер потерял. Бальтер потерял. Иди за бальтер. Бальтер. За*** мы едем. Егор ушел. Эл. Потеряешь? Я потеряю. Да. Нет. Это меня потерял. А кто? Это Егор потерял, он же тащил. Относительно моего МЛ, который 2001 года. Эта машина 2003 года, ну, прямо сильно жирнее. Ну, настолько. То есть, вот обилие всех этих кнопок на руле, дизайн приборной панели. Ну, ты садишься, реально. То есть, МЛ, вот, 163, он как Жигули по сравнению с Каеном. Здесь еще нашли для нашего дома на колесах очень много решений. Вот, наверное, такое сделаем зеркало в туалете. Вот это Илье сделаем такой столик с зеркалом отдельный, чтобы он там сидел с ноутбуком. Много-много решений можно подведить. Будем закатывать Каен руками в гараж. Почему? Потому что директор его сломал. Неизвестно, сколько он по дискотекам ездил на этом мощном Каене. Не, ну я устал, конечно, один его затаскивать. Очень тяжело. Хотя бы помог кто-нибудь. Давай смонтируем так, что ты один тащил. Смысл смонтируем, я его один тащил. А это кто? А он, директор, за рулем сидел. Он говорит, я директор, я толкать ничего не буду. А сзади там три человеческие силы были. А сзади люди глянулись. Я не видел никого. Еще интересный факт. Помните, мы Меган, ну остатки Мегана сдали на металлолом за восемь, по-моему, пятьсот. Жига гнилущая. За шесть косарей ушла. То есть, ну, не так уж плохо. Я не рассчитывал на то, что она шесть тысяч принесет. Ну, в общем, Каен занял реально весь гараж. Если до этого я говорил, что здесь места много, то сейчас нужно сразу задумываться о расширении. Там ребята через дорогу гараж сдают, возможно. Но он неотапливаемый, блин. Короче, ладно, будем думать. Основная соль какая? Мы прямо сейчас, еще до разбора, хотим его отфоткать, выставить объявление о том, что все распродается. Для того, чтобы в процессе Дербана уже подъезжали люди, что-то забирали. Возможно, даже кто-то будет подъезжать и помогать нам его разбирать. Так же, как это было с Жигой в прошлой серии. Уже у нас потеря. Бампер вот треснул. Он и так-то, блин, мертвый. А мы еще начинаем терять то, что нам нужно для того, чтобы его распродать. Вот я, честно, на данный момент очень сомневаюсь, что 350 косарей мы с этой машиной отобьем. Но, с другой стороны, вот, например, на бампере вот эта губа. Ребята, которые предыдущие пытались взбодрить этот Каен, сказали, что они 9 косарей за эту губу только заплатили. А тут уже еще фары, крылья, капот, салон весь целиком. Ну, от двигателя наверняка тоже еще много чего. Но стартер точно уже приказал долго жить. Ну, а так еще тут турбинка есть, да, дует. И даже две турбинки. Ну, в общем, ладно, посмотрим, что из этого получится. Начинаем разбирать. В общем, съездили на обед, отфоткали Каен, разместили объявление, а кто-то уснул. Вот вы думаете, что разборка это просто? Люди, он как утомляется и засыпает. Пока другие директора работают. Спи, моя радость, усни. В Каене погасли огни. Ну, получается, работать руками сейчас будет директор. Получается. Директор всегда работает и головой, и руками. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Он на свой стыд ни разу не воровал фар из Каен. О-о-о! Никогда этого не видел. Подборщик должен все уметь. Подборщик может быть, а вот эксперт. А эксперт должен знать, как своровать фар из Каен. Да нет, как своровать, я знаю, а чтобы я этого делал, никогда. Видишь, результат налицо. Сразу видно, кто делал. Человек простой. Появляется в руках фара от Каена, начинает бежать. Вообще, мы неправильно сейчас сняли фары. Мы их сняли вместе с креплением фары к полку крыла. Вообще, вот здесь вот эта штука в штате идет очень тоненькая. И она поддевается чем-нибудь, ну, ножиком там или шумбуром поднимается. Поддевается, поднимается и вытаскивается фара из этого места. А здесь уже защитка сделана. То есть, эти штуки толстые, во-первых, и во-вторых, они не прокручиваются. То есть, фара здесь сидит очень плотно. Ее просто так отсюда и не вытащить. Во, и они с разъемов сами раскачивают. В общем, я называл какие-то плюсы относительно Эмеля, но если бы я все это время ездил на Каене, вот на таком, то, я думаю, перец у меня заканчивался где-то здесь. Потому что, смотрите, все реально пластмассовое. Тут очень мало каких-то железных настоящих таких частей. Вот эти вот крепления фарча, это вот намудрили, намудрили, намудрили. И здесь вот явного нету ничего такого, как бы, крепежа, что можно открутить и снять. Все на каких-то защелках, прищепках. Вот она себя вот так начала вести, когда мы открутили просто. Вот здесь вот два болтика, уже начала можно вот так и гулять. Так все напишут, битая была пересобрана. Получается, если бы я заехал в какой-нибудь сугроб, вот здесь ее толкнул, вот так телек бы отлетел, вот эта вот пластмасса. И все эти радиаторы все вот так вот болталось бы. Мы, получается, на машине даже не врезались никуда, а уже потек антифриз. Все это вроде не отделялось, мы куда-то подтянули, а мы все отделились. Сейчас снял патрубок с интеркулера. И, возможно, турбина немножко масла кидала. I want a house in the hills I pay big bills for. I ain't got in pocket. I want to empty out my wallet. I want to stop motion, stand still. Wallace and Gromit. I want to talk more endlessly. I want to neuroticly vomit. I want more dollars for my mama. I want a palace and Prada. I want a Gucci bag where I can store my sorrows and hardships. I want a gold plate my pines. I want endless tomorrow. I want a lot more than I got right now. That's the proper. You can give me every little. Куда Каен девать? Продам. Куда? В смысле продам? У нас запчасти, ребята, у нас не задерживаются. Мы максимально дешевый ставим ценник и просто все улетает. Мы за три дня распродали Жигу целую. От нее осталась фигня какая-то. Каен мы сейчас вообще за пять дней раздадим. Вообще здесь ничего не будет. Скоро пустой гараж будет. Я даже не знаю, что мы будем продавать. Надо покупать новые тачки. Поэтому предлагайте. А какой смысл в такой разборке, если ты в минус работаешь? Я работаю не в минус. Я работаю в... За идею. Да. Не, почему в минус? Мы в минус не работаем. Мы еще ни одну машину в минус не продали. Одну продали? Какую? Какую? Еще ни одна в минус не ушла. Главное не считать зарплату, аренду, и ты никогда не уйдешь в минус. Мы не продали ни одну в минус, потому что мы еще в принципе ни одну не продали. Какую тачку хочешь ты лично? Я бы с удовольствием разобрал бы X5. Я теперь четко знаю ценники. Я знаю, где, как эта машина разбирается. И самое главное, у меня клиентская база уже под нее есть. Постоянно люди что-то спрашивают. Поэтому X5 прям был бы идеальный. Я думаю, нам ML надо разобрать. Это самая ходовая тачка сейчас. 163 ML. Он, конечно, самый востребованный по запчастям. Это я уверен 100%. Надо просто сразу список того, чего у тебя не работает, выписать. Ну, тогда почти весь. Крыло родной краски без повреждений под полировку. Сейчас прикольно. Зашли ребята к нам в бокс и говорят, не знаете Сашу Муллера? Мы ему машину сдали в покраску. И ни Саши, ни машины. Это такая классическая схема. Настолько много таких историй. Типа сдали тачку в малярку, и она пропала вместе с ним. Она пошла вместо малярки в разборку. Поэтому они там пришли. Ну, Егора бомбит, ребят. Он сейчас просто 10 минут рассказывал, как он ненавидит этот Каен. Почему это ужасная машина. Ну, здесь, на самом деле, все детали с авторасборки. Везде подписано. Там дверь, L, R, там и так далее. Крыло. В целом, в целом, автомобиль нравится. Он нравится по салону, нравится, какой он есть для своего года. Но не нравятся мне какие моменты. Ну, во-первых, он уже стал современным ВАГом. И вот, появились вот эти вот быстросъемы. Вот этот мне не нравится. Обилие пластмассы на всех патрубках. Ну, ладно. Это опустим. И конструктивно, из-за того, что двигатель, ну, такого большого объема. Как сейчас это политично говорит? Так хорошо, до этого Каен говно. Все гайки, которые откручиваются, просто уже там это... Не-не, я пытаюсь сейчас структурировать свою мысль. Чем он говно и чем он не говно. В общем, технический автомобиль очень сложный. И чтобы нормально содержать такой автомобиль, ты, допустим, опустил мотор с подрамника, и тебе надо сразу же, вот генератор можно посмотреть, он находится в таком месте, то есть, чтобы до него добраться, надо опять опустить мотор, достать. И поэтому вот ремонты должны быть реально капитальные. Ну, как у самолета должно быть, по часам. Типа генератор скоро подойдет, если ты там уже до этого форму какую-то делаешь, хоп, ты его сразу заменил. А так, чтобы просто кто-то сюда влез. Вот здесь прям видно, что вот здесь вот просто болгаркой вот так вот отрезали кусок металла для того, чтобы подлезть к какому-то болту. И то есть, в целом, можно сказать, что каждый раз, когда эта машина заезжала в какой-то сервис, она выезжала оттуда в более худшем состоянии, чем... Ну, понятно, что ее чинили, она снова начинала ездить, но состояние ухудшалось, потому что все вот так через пень-колоду, хоп, а, все работает, давай, есть. Да, если на обычном автомобиле, ну, какой-то там рядный четырехцилиндровый двигатель, можно все постепенно делать, там, поменял помпу, поменял генератор, поменял гур, там, с тем, с этим разобрался, то здесь нет. Ты как бы один раз вытащил мотор, и надо делать ревизию всего, менять там не только ремни, ролики, но прямо все-все-все обслуживать, смотреть, чтобы больше к этому не возвращаться. То есть снимать даже работающие агрегаты, отдавать их на диагностику, все тестировать, менять все резиночки, шланчики, потому что, представьте себе, ну, вот, мы разобрали весь перед, у нас стояли вот эта вот кассета радиаторов, вот так вот все вплотную, все зажато было. Ну, банально там где-то рвется какой-то шланг, прохудилось какое-то уплотнение, все обоссалось. И это начинают вот так ремонтировать, вот берет там что-нибудь этот... Нет, здесь вот как раз-таки вот так даже не отремонтируешь, ну, туда вообще не залезть. Ну, в целом все равно, да, вот, конечно, если сравнивать, вот я сейчас про самолеты изучаю, я понимаю, почему нельзя точно так же сделать с автомобилями. Выпускают тачку и сразу давать ресурс по агрегатам, и чтобы изначально, да, инженеры, которые ее разрабатывали, могли продумать какой-то план действий для того, чтобы вот там у тебя 100 тысяч подходит километров, допустим, да, и рекомендуемое обслуживание. Снять мотор, заменить генератор, заменить вот эти ремни, вот эти патрубки и так далее. Тогда бы тачки дольше ходили. А у нас как? На машине ездят до тех пор, пока у тебя не отхлебнет. Когда отхлебнет, ну, типа, ездит, не ездит, если еще ездит, дальше на ней гоняют и так далее. То есть, ну, техосмотр, который существует в мире автомобиля, это вообще, ну, просто плюнь и забудь, что называется. Потому что другая политика. С самолетами политика, чтобы они летали и не падали, а с автомобилем, чтобы он проехал по гарантии 100 тысяч, или сколько дает, да, производитель, а дальше на нем начать зарабатывать. И из-за этого, вот, наверное, по-разному это все сделано и по-разному эксплуатируется, ремонтируется. Ну, в общем, план у нас какой? Мы основной доступ ко всему получили. Далее, соответственно, продаем все детали. Ну, сейчас еще на весуху там скинем, двери и так далее. Но в целом уже машина будет вот в таком состоянии стоять. И пришел клиент, мы что-то сняли. Потому что если мы все это разберем и раскидаем по углам, есть вероятность, что придет клиент, и потом будет просто не найти, что откуда взять. Купит что-то от Меганы на Каен. Да. Ладно, короче, продолжаем разборку. Вот вы знаете, предыдущие машины было как-то не обидно разбирать. А эту тачку, вот, вот каждую деталь реально скрипя душой, приходится доставать, зная, что она больше никогда уже не будет машиной. Но, с другой стороны, у меня вообще с Порше, вы сами помните, какая история. Сначала был Каен Турбо. На него упала глыба льда, тачка в Тотал. Потом я купил Порше Бокстер в идеальном состоянии. Как вы помните, мы из него сделали самодельный Феррари, как Егор ее называл, Леди Бой. В общем, тоже от Порше мало чего осталось. Потом у меня был Макан, но это скорее исключение из правил. Но, опять же, тоже, этот автомобиль-то и Порше назвать сложно, реально с натяжкой. Этот Макан, он какой-то такой очень женский автомобиль, мне совсем не понравился, поэтому был быстро продан. И вот снова у меня Порше Каен Турбо, и снова автомобиль на грани своей смерти. Короче, на данный момент мы уперлись в то, что очень много каких-то ключей, которых у нас тупо нет в наличии. Если до этого мы разбирали эти Меганы, Жиги и так далее, не было никаких проблем, все откручивается простейшим набором отверток и ключей, то здесь же ситуация другая. Соответственно, на сегодня мы заканчиваем, дальше закупаем все необходимое, ну и по мере поступления клиентов снимаем, продаем. Будем надеяться, что удастся отбить вложения, но это вы уже узнаете в следующих сериях, а на сегодня все. Всем огромное спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие серии. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok